Торнадо Энерджи Ребята, разработчики на своем официальном портале анонсировали новую ветку, которую они, кстати, еще обещали в декабре 2019 года. Это ветка итальянских тяжелых танков. Всего будет 1, 2, 3, 4 машины прокачиваемых. 7, 8, 9, 10 уровень. И одна премиумная. Итого 5 новых машин нас ждут в итальянской веточке. Из главных фишек этих танков разработчики обещают усовершенствованную систему дозаряжания. Давайте, знаете, как сделаем. Я вам покажу то, что сказали разработчики в своем видео, маленький фрагментик. А после этого попытаюсь рассказать так, как я это понял, работу этой механики. И если я буду неправ, пишите об этом в комментариях. Ну, кстати, в комментариях всегда полезно писать. Я там голду разыгрываю. Не забывайте об этом. И лайкосы тоже жмите. Больше лайков, больше розыгрыша голды. В безопасной обстановке это привычная дозарядка итальянских средних танков. Первый снаряд заряжается дольше всех, а третий — быстрее. Различия начинаются, когда возникает необходимость стрелять. Возьмем для примера ситуацию, когда первый снаряд готов к стрельбе, а второй только заряжается. При выстреле итальянского СТ придется ждать полное время дозарядки снаряда. А в случае выстрела тяжелого танка сработает доработанная механика, которая форсирует подготовку боеприпаса. Возле таймера перезарядки появится специальный маркер, а время подготовки следующего снаряда начнет постепенно сокращаться. Как только маркер окрасится в белый цвет, время дозарядки сократится вдвое. Приятный бонус. Стрелять можно в любой момент, но чем дольше снаряд заряжался, тем быстрее будет готов к выстрелу следующий. Важно успеть выстрелить до того, как снаряд полностью зарядился. В противном случае просто начнется подготовка следующего. Новая механика обещает привнести еще большую вариативность в игру на итальянской технике, поэтому мы уделим большое внимание ее тестированию в ближайшее время. Значит, смотрите, как эту штуку, как эту механику понял я. Конечно, у меня источник точно такой же, как у вас, то есть это видео. Чуть позже, когда смогу сам пощупать, я вам уже поподробнее смогу сказать, прав я или нет, ну или вы меня поправите. Когда вы зарядили, вот всего у вас три снаряда, например, да? Когда вы зарядили первый снаряд, он у вас уже заряжен, и начинаете заряжать второй снаряд, в этом случае, если вы вот на обычном итальянце выстреливаете, то у вас сбрасывается зарядка второго снаряда, и, соответственно, выстреливает уже заряженный первый. И вы как бы вот эти вот полтора снаряда, которые вы уже зарядили, они у вас сбрасываются, и вам полностью с нуля надо весь таймер перезаряжать. С новой механикой чем дольше заряжался второй снаряд, тем меньше он все равно сбросится, второй у вас не зарядится, первый, который заряжен, уже вы потратите, но на зарядку первого уйдет меньше времени, и чем дольше заряжался второй снаряд, тем меньше надо будет, чтобы потом заряжался первый. Надеюсь, вот так вот криво, ну, в общем, я смог объяснить, да? То есть эта механика, она на самом деле изначально должна была быть, то есть, по сути, эта механика упрощает работу системы дозаряжания, вот и все, что она делает. Она не привносит каких-то там супер моментов, да? То есть те, кто умеют контролировать свою дозарядку, те и так будут контролировать. Но если вдруг вам потребуется, разрядив весь барабан, быстро добрать противника, и у вас один снаряд уже будет каким-то там макаром заряжен, вы просто выиграете себе там, ну, вплоть до там 8 секунд. Насколько я понял, если перезарядка у вас там, допустим, 16, то чисто теоретически дозарядка первого заряда может быть не 16, а 8 секунд. То есть вам может даже так повезти. Но это уже, конечно, как разработчики говорят, они будут еще настраивать. Теперь, что касается непосредственно самих танков. На седьмом уровне нас ждет полутяж пол-СТ, то есть особо на броню рассчитывать не стоит, а с топовым орудием пробитием 202 мм и альфой в 240. Но здесь ничем не удивишь. Разработчики, правда, обещают, что ДПМ будет на уровне. Посмотрим, поиграем. Ну, как бы, это все проходные машины. Нас интересуют машины более высокого уровня, разумеется. Поэтому давайте посмотрим, что там на восьмом, девятом и десятом уровне. Восьмой уровень, как видно, еще не готов. Только первые наброски, даже моделька еще не создана. Но это будет, как вы видите, неплохо подвижные. Опять же, это, напоминаю, тяжелые танки. Хотя вот очень пахнут средними танками. Альфа-360 и бронепробитие 225. Черезарядка, как вы видите, барабана, ну, как бы, система дозаряжания будет иметь три снаряда. От 11 до 16 секунд. И вот как раз-таки здесь уже будет применена новая механика. То есть вы понимаете, что девятый и десятый уровень тоже уже будут системой дозаряжания. Ну, вроде бы, пока все как и у итальянских обычных средних танков. Вообще, насколько я понял из того, что нам, какую концепцию хотят заложить разработчики. Кстати, не смотрите на цифры, которые даже в роликах показывают. Скорее всего, это все будет еще донастраиваться. Потому что машина только выходит на супертест. То есть все характеристики и даже какие-то, может быть, элементы брони могут быть пересмотрены. Ладно, это уже такое. Это будут среднеподвижные тяжелые танки. То есть даже с подвижностью немножко выше среднего, я бы даже сказал. Без особых каких-то намеков на имбовую броню. По крайней мере. Ну, мы еще посмотрим в рубрике «Первый взгляд», когда у меня будет доступ. Я эти машины рассмотрю на предмет характеристик, там, брони и так далее. Пока что это общее знакомство. Вот. С хорошими углами склонения. И вроде бы как даже не с плохим бронепробитием. Ну, давайте посмотрим, что у нас ждет на девятом уровне. И уже сможете, уже знакомиться, так сказать, с более топовыми машинами. Девятка, как вы видите, тоже не особо еще замоделена. И это меня на самом деле немножечко пугает. Ну, вот, кстати, уже похоже на Чифтейна немножко, да? Внешним видом. Вот. Меня пугает, потому что со всеми этими удаленными работами... Смотрите, пробитие 268 с альфой 400, углы склонения и минус 9. Ну, в принципе, играбельно, да? Если еще башню сделают более-менее твердую, будет вообще шикарный такой мини-Чифт на девятом уровне. Ну, и вот у вас на экранах десятка. То есть десяточку замоделили. Ладно, чуть попозже тогда поговорим про мои опасения. Смотрите, у десяточки, в принципе, на стандартных снарядах такое же будет пробитие 268. Но я считаю, этого будет более чем достаточно. Потому что у нее возрастают другие характеристики. А именно разовый урон в 490. А это, ребят, как у Иса-7. Вот Ис-7 с барабаном, да? Представляете себе, на что может быть способна эта машина. Ну, и плюс у нее интересный футуристичный вид. Мне лично такое нравится. Плюс ко всему, к этому еще будет выкатываться премиум машина 8 уровня. Сейчас вы ее увидите. И такое ощущение возникает, ребят, что вся эта ветка делалась вокруг топа и вокруг как раз-таки прем-тяжа. Еще раз напоминаю, это тяж. Просто посмотрите, какие планируются у этого танка характеристики. Во-первых, хорошие углы склонения в 10 градусов вниз. Во-вторых, приведенную броню, я так понимаю, там в районе башни, с учетом того, что здесь еще присутствуют экраны, мы будем иметь в районе 300 миллиметров. Про урон и бронепробитие я нигде информации не увидел. Может быть, просмотрел, если это так, ну, укажите мне на мою ошибку. Но суть заключается в том, что машину, скорее всего, еще просто не настроили до конца, поэтому нам про эти цифры и не говорят. Но говорят, что разработчики, опять же, это будут компенсировать. Вот эту вот ее имбовость по броне, от возможности играть от башки и так далее. Тут компенсировать, я так вижу, уже слабой подвижностью 12 лошадиных сил на тонну, хоть у максималка 50, вряд ли он поедет. Опять же, аналогии с S7, который только с горки свою максималку разгоняет. Плохой точностью на дистанции, отвратительно долгим временем сведения и адекватным обзором в 380 метров. Вот что нам обещают у этой машины. Плюс-минус, опять же, тесты покажут, во что она превратится в итоге. Но сейчас вот этот прем выглядит, ну, имбовастым. Вот, серьезно, прям имбовым. Теперь, ребят, буквально пару слов, что касается моего мнения по поводу этих машин. Ну, выглядит неплохо. То есть, система итальянская по дозаряжанию, это интересно. Посмотрим, разработчики изначально откажутся от досылателя на этих танках. Или же все-таки дадут, в отличие от СТ-шек, ну, типа, еще одной фишкой тяжей сделают, что на них, например, можно будет ставить досылатель. В любом случае, меня немного смущает тот факт, что восьмерка и девятка еще не имеют нормальной, адекватной модельки. То есть, они не готовы, и нам уже презентуют эти танки. То есть, чувствуется, что разработчики немножечко от сроков отстают. Скорее всего, у них где-то в сроках было записано, что вот сейчас нужно уже презентовать ветку итальянских тяжей. И там, допустим, через патч, то есть не в 1.10.1, а, допустим, уже в предновогоднем патче, в декабрьском, выкатывать эти машины на релиз. Но, так как еще видите, не все готово, я боюсь, что будет спешка и не смогут нормально оттестировать от баланса. Я надеюсь, что здесь косяков в этом отношении не будет, потому что не хотелось бы получить относительно сосновые машины или относительно, опять же, имбы, которые там через пару патчей придется экстренно нерфить и тем самым вызывать недовольство игроков. В общем, вот такие вот итальянские тяжи нас ожидают. Ждите в ближайшее время рубрику «Первый взгляд». Там их рассмотрим прям поподробнее. Каждую машину, ну или самые интересные из них. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...